МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Следовать моде смешно, а не следовать глупо. Здравствуйте! С вами программа Модный приговор на Первом канале. Заседание Модного суда. Я обнимаю открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, сегодня мы слушаем дело о том, что в каждом моменте что-то водится. Елена Тимофеевичева обвиняет свою подругу Анну Сергееву в том, что она боится негативной оценки окружающих. Также в студии присутствует группа поддержки. Близкие друзья наших героев поприветствуем их. АПЛОДИСМЕНТЫ Обвинение, как всегда, представляет утончённая Эвелина Хромченко, эксперт моды, человек, знающий о моде всё и даже больше. Защиту сегодня представляет народная любимица, поэтесса, очаровательная Лариса Рубальская. АПЛОДИСМЕНТЫ Именно она будет отстаивать сегодня. Право технического работника из Белгородской области быть собой. И я, ведущий Модного суда, слегка выздоравливающий после простуды историк моды Александр Васильев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу вас, дорогая, подойдите к трибуне. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена, с добрым утром. Отчего ваша подруга так зависима от окружающего мира и так боится быть оцененной друзьями? Аня очень боится любого внимания. Поэтому она одевается невзрачно, балахонистая, бесформенно. Я считаю преступлением в 31 год так выглядеть. То есть вы бы хотели, чтобы она выглядела как? Более привлекательная, сексуально разнузданная, с большими разрезами, с оголенной спиной, ярко, красочно, солнечная. Я знаю Аню еще с университета, и она всегда одевалась больше как парень, нежели как девушка. Но у нее техническая специальность. Хотелось бы видеть ее более женственной. Она с трубами, понимаете, с электрикой работает. Да, с механизмами. И ей вот это подходит. Так а перед нами фотограф тоже работает с механизмами. Ну мне кажется, вы так больше, наверное, как эта свадебная фотография. Вот это сразу видно. Я догадался. Спрашиваю вас. Вы согласны с обвинением вашей приятельницы? Я, в принципе, ничего не имею против юбок, но я чувствую себя в них некомфортно, неуютно, как будто что-то все открыто. И волосы, то, что я в основном ношу распущенные, раньше комплексовала по поводу ушей, мне казалось, что они там немножко оттопыриваются, и всегда прятала лицо, то есть, может быть, в силу своей неуверенности. И чувствую иногда взгляды прохожих, что оценивающие, так они, может быть, с освещением. Откуда вы знаете? Ну, у меня такое внутреннее ощущение. Как вы догадались? Вообще, ведь вы не знаете этих людей. Вы же не можете себе представить. Она на вас зло посмотрела. А может быть, это вам показалось. Может, у нее болит зуб. И она спешит к доктору. Вот допустите. Может быть, ей жмут туфли. Допустите. Ей трудно. Она скорчила рожу. Не к вам это имеет отношение. Может быть, ей только что позвонил муж и изъявил какие-то претензии. Она недовольна. Может быть, на работе неприятности. То есть, я советую всем телезрителям прекратить судить себя по мнению окружающих, если это не авторитетные, близкие вам люди. Поэтому, дорогая, давайте посмотрим поскорее на ваш гардероб. Гардероб Анны Сергеевой, студию. Пожалуйста, Эвелина, будьте добры, дайте оценку этому мальчиковому и радостному гардеробу. Ой, еще не факт, Александр. Знаете, первое впечатление бывает обманчивым. И точно. Вот оно. Что-то давненько мы не держали в руках таких футболов. Ёжик в тумане, я вижу. А тут я не знаю, кто это, эти герои. Ровно те персонажи, которых вы видите перед собой. Маленькая девочка. Наша героиня явно себя идентифицирует с ней. А иначе кто она? Вот эта вот желтая полосатая тварь или большой медведь? Вряд ли. Скорее всего, маленькая девочка. Здесь маленький ёжик в тумане. То есть, хрупкое существо, нежное, маленькое. Его нужно защищать. Мне кажется, что вот это квинтэссенция характера. Такой маленький ёж, забившийся в угол и спасающий своё имущество в узелке. У нашей героини всё примерно так. Сова, у-ху, глазки выпучила, сидит, боится. Да, все персонажи на неё похожи. И вещи-то все наши героини выбирают крошечные, потому что видит себя этим маленьким существом, испуганным, затравленным, с выпученными глазками. Существом, которое каждый норовит обидеть, раздавить, ущемить его права. А на самом деле это не так, потому что существо, даже в случае, если оно разнаряжено в крошечную красненькую курточку детского размера, часто просто никто не замечает. Так что скорее, я бы даже сказала, эти рубашки, спасение нашей героини, а не её трагедия, они, вот по моему ощущению, придают ей силы и делают ту самую работу, которую обычно выполняет для работающей женщины брючный костюм хорошего покроя. Это её броня. Ну, они превращают это маленькое существо в существо противоположного пола, априори, более сильное. И ёжик крадётся со своим узелком, уже наряженный в штаны. Спасибо большое, Елена, я передаю слово Ларисе Рубальской. Ну, рядом со мной сидит милый, славный, закомплексованный человек, боится всех и всего. Если бы ей сейчас дали шапку невидимку, она была бы самой счастливой. Почему эти длинные реснички не накрасить? Почему эти волосы не накрутить? Почему не быть такой? Ведь в такой форме, в которой Аня очень многие стремятся, добиться не могут. Я осталась только с собой как-то договориться и измениться. Я надеюсь, что сегодня это произойдет. Лариса, вы очень добры. Я считаю, что нашей подсудимой не хватает именно этой человеческой доброты и участия. Я вижу у вас на глазах почти что слезы, потому что вам давно не делали комплименты, вами давно никто не занимался. И вот эти простые, но очень добрые слова Ларисы насчет того, что ваши реснички неплохо подкрасить и причесать немножко волосы, вы воспринимаете как какое-то невероятное открытие. С неба оракул. Почему вы плачете? Я не знаю. Ей хочется быстро пойти и накрасть ресницы. Вот и все. Наверное. Спасибо большое. Присаживайтесь. Я вызываю Анну Сергееву. Я вот прочитала в материалах дела, что у тебя мужская профессия и окружают одни мужчины. Это же мечта каждой девушки быть в окружении мужчин и иметь возможность выбирать. Как у тебя с этим обстоит дело? Да, я работала инженером на заводе в основном в мужской компании, но, как ни странно, личная жизнь складывалась довольно неудачно. Первый опыт был неудачный и довольно болезненный. То есть, еще в университете я познакомилась с молодым человеком, с которым начала встречаться, была взаимная симпатия и через некоторое время, где-то, наверное, спустя полгода оказалось, что у него, я узнала, что есть девушка, с которой он встречается уже давно и они там собираются пожениться. Она живет там у него в деревне, откуда он родом. Ну, так та же в деревне? Да. А у него играл гормон? А тут в городе и там, и там. А почему, что он не мог и с вами, и с ней? Я не понимаю. Ну, вот, видимо, как раз мог. Мог. Он с ней нет совсем никак. А с вами ничего не вышло, да? Мало ли кто кого где ждет, ну, извините, конечно. Да. Он с ней не встречался. Там когда-то в школе была любовь какая-то непонятная. Девушка ждет. Я не понимаю проблемы. Он теперь с вами. Так он и с ней, и со мной был. Ну, и хорошо. Ему практика нужна. Стажировка. Да, да. Это было такое первое. Вы все хотите, дамы, чтобы у вас был муж, искусный любовник. А где ему набраться опыта? А кто, а вы были ему кому? Жена или любовница? Какой статус был у вас? Жена? Да нет, скорее всего, любовница. Так это неплохо. Звучит похоже. Это даже очень свободу дает, правда? Сколько вы вместе были с ним? Ну, это все продлилось где-то два с половиной года, да, и потом я набралась смелости, я все-таки позвонила этой девушке. Зачем? Решила позвонить, объяснить ситуацию. Ну, потому что я его спрашивала, там, ты определись или с ней, или со мной. Он мне сказал такую фразу, что я не могу бросить ни тебя, ни ее. Она больше мне поверила и выяснилось действительно, что это была правда, и, да, это вся ситуация. В итоге она его бросила все равно. И вы обе его бросили? Да, я тоже, естественно, с ним не осталась. Ну, вот разбили семью. Очень хорошо. Может быть, там у них лучшая семья ждет. Но это не помешало, как-то на твоей жизни не отразилось, потому что через некоторое время появился человек, который стал твоей второй половиной. Расскажи эту историю. Ну, да, я очень долго тогда была одна и не могла никого к себе подпустить. Как-то после этих отношений я перестала всем верить, и это был сложный период. Но в итоге, так как я люблю больше рок-музыку и люблю ходить на концерты, я пошла на концерт на одной группе и встретила там своего будущего мужа. Была пара, получается, вот они как пара там пришли, и другие молодые люди. В итоге мы начали общаться, довязалось общение, обменялись телефонами, ну, и в итоге он потом мне позвонил, пригласил прогуляться, и я поняла, что это тот человек, на которого я всю жизнь сразу. Да, практически сразу. Это называется «Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального? Да. Героиня моей песни. Ну и дальше. Ну, эта девушка потом мне угрожала. 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 Интересно. Да, но как-то... Целомудренная Лариса Рубальская будет за тобой текст. Ну, с такими девушками встречалась. Вот пообщалась. Так. Ну и все сошло на нет. Молодой человек так в шутку сказал, что «Я знаю, ты будешь моей женой». Ну, естественно, я посмеялась в ответ. Но подумала, он прав. Нет, нет, я так не подумала. Я как бы еще только была на грани рассмотрения, так сказать, эти отношения. Но в итоге получилось, что действительно... Положительное решение. Да, сложились отношения. В итоге получилась дочь Валерия, которая сейчас... Да. Которую мы очень любим, да, и очень долго стали. А где Буженек-то сам? Помашите ручкой, Буж. Вот это такая прелесть. Дим, а давайте у него, у Димы спросим, как вот... Да, возьмите микрофон. Мы тут немножко Анечку так бичуем словами. Как нравится ему... Дим, нравится вам этот внешний вид Анны? В принципе, я привык. Привык? Ну, привык. С пивком подтянет, как говорится. Но это нехорошо так говорить. Она же ваша... Мама, доченьки, ваша любимая. Вся страна смотрит и говорит, а муж говорит. Что это такое? Женщина, когда наводит красоту, делает это качественно и быстро. Быстро у нее получается. Вы готовы ждать, чтобы она делала это качественно, чтобы она крутилась перед зеркалом час, вы сидели ее ждали, торопили, она говорила, поторопись, не спеши, я сейчас должна сделать все. И выходит, ах, кто это? Что за прекрасная дама? Вы готовы? Готов подождать. Ну, это хорошо. Слава Богу. Победа, Аня. Спасибо. Ну, в общем, мне хочется сказать, что девушка, которая кажется бедной овечкой, на самом деле совсем не такая. И тот самый омут, о котором вы говорите, ну, такой, не мутный омут, но просто так получилось. Она крутит, как хочет мужчинами. Так что у нее есть надежда, что у нее все будет в порядке. Всегда. А тем более, она изменит свой внешний вид. Спасибо большое, Лариса. Спасибо. Продолжение этой истории, а также модные советы. Совсем скоро сегодня мы расскажем все о модных юбках этого сезона. Не переключайтесь, будьте славы. Группа, продолжение следует... В своем году программе «Молодной приговор» на первом канале мы слышим дело о том, что в каждом омуте что-то водится. Итак, Анна, Вас будет опрашивать Эвелина Хромченко. Пожалуйста, Эвелина. В материалах дела сказано, что у Вас вообще нету никакой неуверенности, потому что вот, например, В студенчестве вы не только экспериментировали с волосами и были разного цвета, но ещё и в основном наряжались как рок-звезда. Ну да, пыталась как-то самовыразиться, искала какой-то свой подходящий стиль, но так и не нашла его. То есть экспериментировала очень много, разный цвет волос, разные стрижки, абсолютно одежда. Но как-то не сложилось, не вышло. Осталось всё более спокойно. А почему комплексы-то у вас вдруг возникли? Вы всё время в мужских коллективах. Вы, в отличие от многих своих сверстниц, всегда знали, как с мужчинами надо себя вести. Вы их не боялись никогда. То есть у вас не было по этому поводу никаких преград или комплексов, поскольку вы знали повадки, вы знали правила. Возможно, попадались просто такие экземпляры, которые неудачные. Которые что? Ведь вот этот вот ваш изменщик-то в двойном экземпляре и для вас, и для неё, он ведь тоже не говорил о том, что вы какая-то не такая. Всё было отлично. Если бы вы его не вывели на чистую воду, может быть, и сегодня были бы вместе. Нет, я так не думаю. Ну кто его знает? Всяко же бывает. Может быть, не знаю. Я просто к тому, что наоборот, вы в своей жизни создаёте постоянно какие-то события. Даже те, которых нету вдруг, они возникают. Вот как в случае с этим молодым человеком. Потому что тема, связанная со второй девушкой в деревне, она какая-то уж тургеневская совсем. Действительно, просто вот сложно вериться в это. И попахивает это драматическим сериалом. Вот такая жизнь у вас хорошая, спокойная. Вам не хватает чего-то такого из романа? Вы сами себе этот роман создаёте. Вот у меня в материалах дела, например, сказано, что вы даже в команде КВН принимали участие. Играли? Да, в институте у нас была команда. Там сначала, ну, как туда было попасть нереально. Но в итоге так получилось, что мы всё-таки играли, писали сценарии, придумывали разные шутки. Вы даже там вышли в финал. И очень много событий, которые, ну, вот я о чём-то думаю, мечтаю, да, мне чего-то очень хочется, я об этом думаю, и через некоторое время это сбывается. Вот так произошло вот именно вот с КВНом. Ну, после того, как я здесь начала работать и зарабатывать, да, я заработала первый раз, полетела за границу. И в передачу вашу тоже мне хотелось попасть. Я смотрела, когда в декрете была с ребёнком. Ну, в итоге я тут стою. Плюс ко всему ещё квартиру обустроили и замуж за красавца вышли. Тоже ведь хотели какое-то уютное гнездо. Да, да, да. И с молодым человеком в итоге всё срослось правильно. Всё хорошо, да. Так я, собственно, именно об этом и говорю. Всё, что не захочешь, что сбывается, надо только очень захотеть. И жизнь такая тёплая, уютная и спокойная, что обязательно нужно придумывать какие-нибудь сложности. Принимая во внимание тот факт, что ваша база очень прочная, и её никак не надо беспокоить, вы в какую-нибудь другую сторону перенаправьте, пожалуйста, эту энергию в мирные цели. Раньше вы ходили на рок-концерты с мужем. Сейчас, я думаю, немножко поутихли. Так гардероб – это вот ровно та стезя, где вы можете самовыразиться, и где эта ваша креативная энергия бунтарская, она может найти очень хорошую реализацию. Поэтому вот я вас умоляю, действительно, давайте прислушаемся к совету подруги и развлечёмся. Где-то тихо, спокойно, в магазине за деньги, купив немножечко счастья по сходной цене. Это действительно можно сделать, нежели вот всё то, что мы только что услышали. Свят, свят, свят. Спасибо большое, Елина. А у нас с вами настало время модных советов. Без юбок не должен обходиться гардероб ни одной женщины, ведь юбка – это олицетворение женственности. И при всём многообразии фасонов и фактур вы всегда можете найти подходящую именно вам. Какие же юбки в этом сезоне модны, увидим прямо сейчас на главном подиуме страны. Итак, дефиле от «Модного приговора». Иoba поставим его в «Модного приговора». Спасибо за внимание. До свидания. Ну что ж, прокомментировать модные В этом сезоне юбки Я попрошу нашего несравненного эксперта моды Эвелину Хромченко Существуют блюда, которые всегда являются Хитом абсолютно любого застолья И с этой точки зрения, рассматривая гардероб Мы, конечно, можем вычленить Безусловные хиты Группы под названием юбки И один из них сегодня с нами Это юбка Плесе Будьте добры, пожалуйста, покажите ее Такая юбка хороша в А-образном силуэте Что вот в данном случае происходит Или в силуэте прямом Но такая ситуация возможна только если у вас бедра узкие Поскольку юбка такого типа Если она слишком обтягивает бедра Она их еще и полнит Какий еще кадр затаит в себе Это юбка отличницы Во-первых, это юбка хорошей девочки Она имеет отношение к стилю леди лайк Со всеми вытекающими отсюда последствиями Она слишком классическая Слишком понятная и предсказуемая Поэтому для того, чтобы не выглядеть с такой юбкой Слишком взрослой дамой Лучше всего прислушайтесь к совету наших стилистов И разбавьте ее чем-нибудь Ну очень нетривиальным Как это, например, майка Созданная в честь поддержки года литературы В нашей стране Или как это косуха Призванная подчеркнуть юный возраст девушки Огромная женственность этой юбки В том миксе, который мы сейчас видим на подиуме Забивается под напором разных стилей Запакованных вовнутрь одного комплекта И в итоге огромная доза этой женственности Превращается именно в то количество пилюль Которое необходимо для этой и без того Женственной красавицы Чтобы выглядеть репрезентативно Большое вам спасибо Пожалуйста, возвращайтесь Спасибо Смотрим на вторую юбку Она очень необычная Она выполнена из кожи Будьте добры, пожалуйста, покажите ее Вот это явно какое-то водоплавающее зверье Потому что кожа такого типа Набранная из маленьких кусочков Обычно По-моему, это угорь Обычно выходит из водоема То есть, если это рыбья кожа Она особенно сложна в обработке Вовсе не все специалисты по выделке кожи В состоянии с этим справиться Потому что рыбья кожа, она очень тоненькая Вот дизайнеры, это, кстати говоря, российский бренд Использовали непокорность этой кожи Для того, чтобы продемонстрировать Дополнительные выразительные возможности модели Пожалуйста, покрутите бедрами Давайте мы посмотрим на то, каким образом Ведет себя этот разрез, заложенный треугольником То есть, на самом деле, разрез достаточно высокий Но в случае, если женщина хотела бы его слегка запахнуть Ей достаточно чуть-чуть изменить положение бедер Чтобы этот треугольник закрылся Ну, а если ей хочется быть нехорошей девочкой Она знает, как правильно сложить ножки Когда она сидит Для того, чтобы продемонстрировать всю глубину Своей сегодняшней вредности Юбку такого типа, конечно, довольно опасно Носить с туфлями на каблуках Возможно, в нынешнем сезоне Хорошо подошли бы под это сапоги-чулки Супервысокие, фактически напоминающие брюки Для того, чтобы перекрыть разницу между телом и разрезом Но наши стилисты вышли из положения легко Они подобрали ботинки в мужском стиле Правда, из-за достаточно активной лаковой кожи По цвету, попадающей в пандан этой юбки Достаточно пурийский верх Хорошо уравновешивает наглость такого высокого разреза Ну, а рюкзачок, напоминающий о том, что девушка в возрасте школьница Полностью довершает вот эту вот ситуацию В которой веришь Да, девочка хорошая Большое вам спасибо Пожалуйста, возвращайтесь Ну и, наконец, самый вечерний из трех комплектов Представленных стилистами Будьте добры, покажите ваши перья Во всей красе Такую юбку с перьями Носить может только женщина Искренне уверенная в объеме своей талии В компактном объеме своей талии Потому что, конечно, перья создают дополнительный объем Ничего не скажешь Но до какой степени нарядно они выглядят Пожалуйста, посмотрите Здесь ведь есть и намеки на фольклорный стиль народов Африки Здесь есть и разница в цветах Каждый из которых является хитом сезона Здесь есть фактура, которая в моде Я имею в виду перья Они, в общем, никогда моду и не покидали И здесь, разумеется, есть очаровательный силуэт Который, хотя чуть-чуть делает бедра объемнее Но благодаря акцентированной талии И тому, что юбка сзади выполнена Из достаточно плотного, хотя и тонкого материала И сильно облегает эту хорошую фигуру Мы понимаем, что женщина-то перед нами стройная Будьте добры, пожалуйста, поверните вокруг своей оси Чтобы все увидели, какие у вас красивые бедра сзади Этим бедрам не страшен даже легкий стальной блеск ткани Из которой исполнена задняя часть юбки В общем и целом, каждым бедрам собственная юбка И каждому случаю свой фасонный материал Все о том, как правильно подбирать юбки сезона Читайте на сайте модный.тв Спасибо вам большое Спасибо большое, Елена А я хочу напомнить, что на нашем официальном сайте модный.тв Вы найдете подробную информацию не только о модных юбках Но и о других трендах этого сезона Также можете получить консультацию стилистов О том, как изменить себя и свой гардероб Начните преображение вместе с модным приговором Оценить выбор героини, записаться на участие в программе Выслушать модные советы Можно по телефону Звоните с мобильного 0736 Ну а выбор Анны и ее подруги Елены Увидим очень скоро Не переключайтесь Будьте всегда с нами АПЛОДИСМЕНТЫ С вами программа модный приговор на Первом канале Мы слышим дело о том, что в каждом омуте что-то водится Итак, Анна вместе с подругой Еленой Сходили в магазин за новыми нарядами Давайте посмотрим, что из этого вышло Я приглашаю Анну на главный подиум страны Аня, ваш первый выход АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анечка, нравится ли вам это вечернее платье? Ну, оно, конечно, красивое, но, мне кажется, некуда в нем пойти Это наверняка найдется Я не вполне уверен, что вам, рыжеватый и голубоглазый, этот оттенок красного очень идет А в целом покрой очень подходящий, но он вам мал Потому что это платье должно быть дистанцировано от вашей фигуры Ну, это мое мнение А сейчас мы услышим мнение нашего независимого эксперта, актрисы и телеведущей Регины Мяник Пожалуйста, Регина, здравствуйте Здравствуйте, спасибо, что пришли На мой взгляд, платье вам не идет Оно подчеркивает какие-то вещи, которые, может быть, женщина должна скрывать, мне так кажется Мало, оно мало Ну, наверное, это мало И, ну, оно сидит очень некрасиво, как на гусенице такое получается ощущение Достаточно грубый этот бант Но мне кажется, что если здесь речь шла о том, женщины должны быть женственны, мужчины мужественны, да То мне кажется, что это не обязательно, женственность должна заключаться в платьях, да То есть мне кажется, вот что я одета очень женственно Ну, согласитесь Вот, это, но при этом на мне нет сейчас платья, на мне нет высоких каблуков Но если молодая мама, мне тоже сейчас странно представить себе, куда она может пойти в таком платье Потому что если ребенку полтора года, то вполне возможно, что вы пока все время, да? На корпоратив На корпоратив? Да Ну, возможно Но некрасивое платье, спасибо Некрасивое, согласен с вами Спасибо Присаживайтесь, дорогая, переодевайтесь за кулисами Ну, а сейчас выслушаем защитницу Ларису Рубальскую У меня нет слов для защиты У меня такое впечатление, что девушка работает домработницей у какой-то леди Ей должен Она ушла на некоторое время куда-то Она решила померить гардероб хозяйки Ей совершенно это не к лицу и не к телу Обидно, обидно Действительно ошибка Некрасиво Послушаем сейчас прекрасную Эвелину Хромченко Красивая Регина сказала правильную вещь Это некрасивое платье, этим все сказали Спасибо большое Ну, а сейчас второй выгод нашей сегодняшней подопечной Анна Сергеева Вы очаровательное создание У вас очень красивое русское имя Это имя знаменито В свое время в Париже в 20-е годы был хороший дом моды Он назывался Анна Сергеева Представьте себе Да, именно так Так вот я хочу сказать Все эти вещи сами по себе неплохие И это пальтишко модного цвета Мажента И брючки мужского плана И обувь Но вместе они не создают ансамбля Вам по цвету Совершенно не идут Голубые глаза не подчеркнуты Никаким холодным тоном Ни серым, ни голубым Слишком много розового Слишком много детского Слишком много маженты Снимите пальто Мы хотим увидеть блузку Тоже не лучше Понимаете, в чем дело? У вас хорошая складная фигура Вам расскажут это все Но вы себя портите тем Что вы не подобрали себе просто жакет Или кардиган Который бы скрыл вот этот переход Сейчас вот встаньте перед камерой Вы все видите Блузка розовая Нависает Как будто у вас брюшко Зачем это делать? Вы себе вредите Выслушаем сейчас Игрия Мяник Ну, Саша, мне сложно даже К вашим комментариям что-либо добавить Нет, вы умеете У вас метка и словцов Да, спасибо большое Ну, скучно Невыносимо скучно Совершенно не идет Может быть, это модный цвет Как вы его назвали? Вот это вот Маженто 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 Звучит он лучше, чем выглядит Ну, и вообще все вместе Какой-то кошачий воротник Ну, я не знаю Мне не понравилось Очень скучно Зевать хочется, Егина Да, да Не знаете Спать хочется Да, спать хочется, да Дорогая Возьмите пальтишко Ступайте переодеваться Ну, а сейчас Выслушаем Ларису Рубальскую Трудно это дело защищать Но все-таки Она всю жизнь ходит В каких-то ковбойках В брюках Она такая В толстовках А сейчас она сделала шаг Она бедовая Ну, какая-то она Не могу понять пока Какая бедовая А лицо кроткое такое А лицо кроткое, да Ну, некрасиво Но все-таки шаг Навстречу к тому Чтобы что-то изменить в себе Давайте это считать Что это ее немножко Ну, не совсем будем говорить О ней плохо Все-таки она будет стараться Начинать стараться Начинать стараться Вот так А вы что думаете? Начинала ли она стараться? А я вот думаю о том Что наша героиня Хорошо смотрелась бы В пастельной группе Потому что у нее лицо Такое тонкое Как написано Очень прозрачное И несмотря на то Что у волос Очевидный Достаточно яркий Медный оттенок Я лично Вижу ее В каких-то Разбеленных Решениях Это могут быть Красивые оттенки Серого Это может быть белый В разных наполнениях Это может быть Цветы крю Это может быть Разбеленный Оранжевый Тракота И так далее Зеленый В некоторых сочетаниях Голубой С зеленым Смотрелся бы хорошо Вот кстати Если ей так нравится Розовый То можно было бы Подобрать его Холодный Очень светлый оттенок Соединить его С насыщенным зеленым И было бы просто замечательно Даже хаки В этой ситуации Помог бы Просто тот розовый Который она выбирает Не обладает Никаким характером Не то чтобы Нельзя нашей героине Розовой носить Просто правильный оттенок Помог бы ей Подчеркнуть Свою природную красоту А девушка она Симпатичная На самом-то деле Спасибо большое Велина Ну а сейчас Третий выход Компромисс Анна Сергеева На подиум АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анечка Вы довольны компромиссом? Ну да, мне понравились карманы. Ну, как-то, может быть, что-то пытаюсь спрятать карманы. А нам страшно не понравились. Вы знаете, эти карманы создают некий валик как раз на уровне бедер. Они А восполнят, Б разрушают линию. И если даже платье попало более-менее в вашу гамму, потому что сейчас заиграли ваши глаза и ваши медно-змеиные волосы, но все-таки все остальное по покрою не попало. Обувь вам велика, это очевидно. Она соскальзывает с вашей ножки. А колготки очень старческого, варикозного цвета. Выслушаем сейчас Регину Бянникову. Да, разбили просто. Боже. Разбили весь образ в кух и прах. Ну вот мне платье, на самом деле, в принципе, нравится. Вот я могла бы такое платье надеть. Вот, но я люблю карманы, чтобы это было удобно. Вот чтобы такой валик был? Да, мне идет. Вам в валики нравятся? Да, я могу вот так. Вот у меня есть такое платье, и я вот здесь вот где-то какие-то карманы. Нет, они расположены иначе. А ваши ниже. Я имею в виду не эти, на платье. А эти такое впечатление, что ей доктор прописал массаж одного места. Анна, вы прислушайтесь, потому что я думаю, что сейчас вам высочайшие профессионалы помогут во всем. И, конечно, хорошо, что подруга вас привела сюда, и я думаю, что вы отсюда выйдете. Просто шикарная женщина, которая будет совершенно по-другому на себя смотреть и ценить свою фигуру. То, что вам дала природа, и лицо у вас прекрасное. А что сейчас делают стилисты, мне даже страшно представить, что с вашим лицом можно сделать. Спасибо. Спасибо, Регина, спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Мы слушаем все вместе защитницу. Прошу вас, Лариса. Ну, мне кажется, что самые невостребованные в вашей жизни предметы – это зеркало, Анечка. Правда, наверное, она просто не смотрит в зеркало, и все, не привыкла. Вот, представишь, твоя дочка подрастет, твоя красавица, и идет ей навстречу, вот так выглядит. Что ты скажешь ей? Ну, я надеюсь, что я к тому времени начну разбираться. Уже будет с вашей помощью. Нет, она какая-то сама по себе славная, а стилистам сегодня как никогда есть что делать. Надеемся. Спасибо большое, Галина. Ваш модный шут. Больше всего меня смущает тот факт, что это компромисс. То есть подруженция приняла активное деятельное участие в подборе этого феерического костюма. Отсюда вы не ходите с подругами в магазин, ходите одна. Спасибо большое. Но сейчас настало время отправить очаровательную Анну Сергееву в руки к нашим стилистам. Ступайте в их волшебную комнату, переодевайтесь. Что придумают стилисты для Анны Сергеевой, увидим буквально через несколько минут. Не переключайтесь, будьте с нами. С вами программа «Модный приговор» на первом канале. Мы слышим дело о том, что в каждом обыте что-то водится. Итак, наша героиня Анна Сергеева побывала в руках у наших стилистов. В волшебной комнате нет зеркал. Она волнуется, не видя себя в зеркале. Поддержим ее выход аплодисментами. Итак, Анна Сергеева на подиуме. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анна, как вы себя нашли? Взрослая, кажется. Когда вы подошли к зеркалу, я прочел на ваших губах слово «ужас». Это к чему относилась? Ну, кажется, как старшая. Может быть, просто непривычно. Такой образ просто... Не знаю, как объяснить, нет слов. Давайте выслушим мнение вашей подруги Елены. Леночка. Я рада ее видеть на каблуках, наконец-то. Но, в принципе, в общем, образ мне не очень нравится, потому что, мне кажется, придает ей возраста немножко. Ну, может быть, настала пора взросления, нет? Ну да, вот. 31 год нашей героини. Выслушай мнение мужа Дмитрия, самое важное. Родная, я потрясен, мягко выражаясь. Ты раньше говорила, что не могла найти себе хороших подруг быстро. Ну, допустим, когда с Лерой гуляла. Теперь подруги сами будут к тебе подходить, навязываться. Вот это потрясающе. Дорогая, прислушивайтесь к мнению мужчин. Особенно, если этот мужчина ваш муж. Мне кажется, это прекрасное доказательство того, что он вас любит, заботится и счастлив видеть вас в новом образе. Да. Оставьте букет цветов на столе. Приодевайтесь, дорогая. Спасибо. Выслушай мнение сестры мужа. Полина, пожалуйста. Аня теперь совсем другая, совсем новая. И я уверена, что комплименты и восхищение хлынет в ее жизнь. И она забудет про ту детскость, которой она следовала прежде. И примет этот образ, и станет красивой, шикарной женщиной. Спасибо большое. Прошу вас, Лариса. Как не совмещается девушка, которая со мной сидела, и вот та, которая сейчас явилась. Это правда. И даже Дима какой-то другой. Она такой безучастный сидела. Я думала, а что он вообще? Муж он или просто так пришел посидеть. А сейчас смотрю, вспыхнул. Правильно сделал. И осталось только поменять выражение глаз. А так хорошо. Это правда из Лида. Бам с вами. Наша героиня-то немножко права. Потому что, правда, образ несколько взрослова для нее. Но дело даже не в этом. Дело в том, что эти вопросы решаются очень легко. Огромный начес, который зачем-то создан вокруг ее головы, создающий шар, очень портит ее первое впечатление от собственного преображения. Первое. Второе. Зеленое пальто – отличная находка. Просто прекрасная вещь, которая хорошо впишется в гардероб нашей героини. Тем более, что цвет волос не слишком-то и изменили. Ей оставили эту медь, которая так хорошо играла в первой части нашей передачи. Только углубили ее. Но то, что внутри этого комплекта, меня вовсе не порадовало огромным количеством цветов, которые запакованы туда. Все-таки нужно понимать. Наша героиня – девушка пастельная. Она очень фарфоровая. Для нее такая мешанина красок. Особенно в ее новом качестве – это тяжелый выбор. Ей не может, в принципе, понравиться такой огромный объем в палитре. Ей нужно разгрузить этот комплект. Не то чтобы водолазка цвета Марсала и мультицветовая юбка мне не понравились. Отлично. Но они не очень хорошо живут вместе с этим зеленым пальто в клетку. Я бы рекомендовала в ее конкретно случае, для того, чтобы она легко перешла в новое качество, не потеряв прелести и изменений, разбить этот комплект на два и носить это пальто с простой черной водолазкой, черной юбкой, либо черными не очень длинными брюками, каким-то более понятными туфлями для нее, например, обычными черными шпильками. То есть вся такая картинка угольная, сверху пламенеют волосы. И вот этот вот яркий зеленый цвет пальто сделали бы свое дело. Спасибо большое. Второй выход Анны Сергеевой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анны, как вы себя нашли? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, этот комплект мне больше нравится, но цвет волос красивый на самом деле. А как вам кажется, в Белгородской области у вас на родине отнесутся к этим переменам, когда вас увидят вот сегодня в таком виде? Ну, я думаю, меня никто не узнает. Скажут, не знайка в солнечном городе? Да нет, я думаю, удивятся в хорошем плане. Понравится, да? Думаю, да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте выслушим мнение ваших подруг. Светлана, вам слово. Анна, ты очень изменилась. И надеюсь, когда завтра ты придешь на работу, мужчина тебя будет совсем по-другому воспринимать. Не как того парня, а как женщину настоящую. И вот дело тебе только комплименты. Спасибо. Анна, вам слово. АПЛОДИСМЕНТЫ Свою красоту сияло и дарило это красоту окружающим. Спасибо большое. Переодевайтесь, дорогая, за кулисами. Лариса, вам слово. Вообще удивительно, правда. Я слушаю, Ювелина права, что плохо волосы были убраны первый раз. А сейчас под шляпой и выглянула милая и уже совсем другая возрастная девушка. Но мне понравилось, она идет по этой дорожке к зеркалу, так подозревая, что там опять что-то не то. Но подошла и сама себе понравилась. Так был заметен этот момент. Хорошо идет ей то, что я сейчас надену. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, этот комплект, несомненно, значительно более удачен, чем предыдущий. Я бы только, конечно, чуть-чуть расстегнула бы рубашку сверху. Я понимаю решение стилистов застегнуть ее, потому что в таком виде комплект выглядит более слаженно. Но нужно же еще принимать во внимание тот факт, что у каждого человека есть свои собственные контуры тела. И наша героиня получается слишком маленькой наверху и довольно объемной внизу. Для того, чтобы эту ситуацию нивелировать, нам необходим дополнительный объем шеи. То есть вот этот вот треугольник белый, они тоже смекнули это, именно поэтому надета жилетка с треугольным вырезом, маленькая кожаная телесного цвета. Но за счет того, что нету сильного контраста, не получается этот белый треугольник подчеркнуть. Нам для этой цели необходимо просто распахнуть ворот рубашки, шея появится, и тогда верх распахнется, он будет более объемным, комплект задышит, он улучшится. Но в этом комплекте есть голые щиколотки, в нем есть плоская подошва. Это то, что немедленно делает инъекцию омоложения абсолютно любому комплекту. Спасибо большое. Третий дикитат для Сергея. АПЛОДИСМЕНТЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Анна, ваше мнение? Красиво. Рассматриваю в зеркале еще до сих пор. Скажите, ведь вы увлекаетесь рок-музыкой. Разве нельзя пойти так на рок-концерт или на какой-то другой вечерний мероприятий? На таких каблуках сложно будет выстоять. Да, мне кажется, вам чуть-чуть даже великовато. Да, наверное, немного. Просто вы, наверное, редко ходите на каблуках и учились на них танцевать, играть. Надо привыкать. Надо привыкать. Давайте выслушаем вашу подругу. Пожалуйста, подруга. Анна, я поздравляю, я очень рада за тебя. И надеюсь, ты наконец-то увидела, какая ты на самом деле красивая. И будешь так же выглядеть. И будешь чувствовать себя очень уверен наконец-то. Поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Ну что ж, все вместе мы слушаем модный приговор от Ларисы Рубальской. А что тут скажешь? Прелесть просто, а не девушка. Все красиво. Сидит юбка красивая, украшения очень идут, макияж идет. Только чуть-чуть глаза повеселей. И победа. Спасибо большое. Ну а сейчас модный приговор от Эвелины Хромченко. Я бы вам очень рекомендовала обратить внимание на замшевую обувь на каблуке. Сейчас, секунду, я посмотрю. Ну, конечно. 36-й размер обуви. Та высота каблука, на которой вы стоите, вообще для вас сверхъестественна. Вы молодец, вы здорово прошли. Обычно этот каблук, а я вижу, что здесь не меньше 11 сантиметров, возможно, 10 с половиной. Он не сусветен для такого маленького размера обуви, как у вас. Вам тяжело. Но форма этих шпилек, она очень даже неплохая. И если вы выберете тот же самый цвет, но в замше, и не на таком высоком каблуке, а все-таки на каблуке сообразном с вашим анатомическим строением ноги, то вы будете чувствовать себя значительно более удобно в этих туфлях с высоким каблуком. И я думаю, что даже совершенно спокойно пойдете на рок-концерт. Кстати, о нем. Вот к этому платью, которое выглядит так, как будто бы состоит из юбки и топа, очень подойдет косуха. Совершенно не обязательно выбирать ее черного цвета. Она может быть любого плотного цвета, драгоценного камня, даже если туфли будут бордовые или красные. И сумочка эта тоже будет очень даже к месту. Поэтому, в общем и целом, все эти вещи, они весьма хорошо смотрятся на вас. Ну, просто колье, кстати, можно было бы использовать к той самой водолазке с первого выхода, распарив ее с зеленым пальто и соединив с какой-то паркой в мужском стиле. Я уверена, в арсенале вашего мужа такая найдется. Спасибо большое, Елена. Мы с вами походим к финалу нашей утренней программы. Гости в студии «Гласуйте» дворецкие. Привезите вещи на подиум. А вы, Анна, подойдите в центр. Я вас поздравляю. Спасибо. Анечка, скажите, что вам больше понравилось? То, что вы и ваша подруга нашли в магазине. Помните, это хорошенькое платье, алого цвета, пальто цвета маженто или платье цвета Бискайский залив. Либо вещи от наших стилистов. Что бы вы хотели унести домой? Я думаю, вещи от стилистов. АПЛОДИСМЕНТЫ Все внимание на экран. 30% в пользу Анны и подруги и 70% в пользу стилистов. Наряды от стилистов вам в дар от программы «Модный приговор». Ну что ж, а если вы, так же, как Анна Сергеева, специалистка по продаже электрического оборудования и в Белгородской области, захватите стать участником «Модного суда», заполняйте анкету на сайте Первого канала. Мода.1.tv.ru Сегодняшнее заседание закрыто. Мы с вами прощаемся. И вновь увидимся завтра. АПЛОДИСМЕНТЫ